Крид, Virgin Island Water. Как я его ненавижу, как я его не люблю. У слова ненавижу, наверное, слишком такой сильный эмоциональный подтекст, сильно выраженный негативный эмоциональный заряд. Поэтому, скажем так, я этот аромат, Крид, Virgin Island Water, прямо не люблю. Летом. Я хотел от него избавиться. Но вчера, 13 января, произошли события, в Старый Новый Год, произошли события, которые перевернули мое представление об этом аромате. Ролик будет эмоционально наполненным. Поэтому, если вдруг вы готовы это посмотреть, welcome. Я буду очень рад вашей компании. Практических советов будет по минимуму, пирамид будет по минимуму. Но мне хочется с вами поделиться теми эмоциями, которые я вчера ощутил. Итак, главный герой Крид, Virgin Island Water, чай, кофе. Наливайте, давайте начнем. Ребята, я, конечно, вас зову в свой телеграм-канал, где контент практически не пересекается с тем, что происходит здесь на YouTube. Там, знаете, там что классно, там расстояние между мной, как автором контента, мной, как автором канала и подписчиками, меньше, чем здесь на YouTube. Там как-то вот более по-домашнему все. И, ну, там, короче, хорошо. Поэтому подписывайтесь, я оставлю ссылку в описании. Кликните, перейдете в телеграм, подпишитесь. Будет приятно и от меня вам благодарность. Ну, что? Короче, это было где-то, наверное, года четыре назад. Четыре года назад. На глаза мне стали попадаться ролики про вот этот аромат. Я думаю, о, какой это классный аромат. Четыре года назад. Тогда у меня коллекция была намного меньше, чем сейчас. И были там в основном не самые дорогие ароматы. Но я прям так загорелся. Знаете, бывает, вот загоришься, все, вот. Ты откидываешь от себя эту мысль, отбрасываешь. Она возвращается, возвращается в голову. И ты хочешь, хочешь, пока не купишь, ты не успокоишься. Вот у меня было так. Я прям думал, что все, это идеальный для меня аромат. Я его хочу, не могу. И в моем городе было не найти Крид Вирджин Айланд Вота. А мне так хотелось, чтобы были эти цитрусы сочные. Чтобы было это настроение Малибу. Прямо, чтобы коктейль Пинаколада меня сопровождал повсюду. Куда я пойду в этом аромате. Ну, прям вот так я себе напридумывал. И я заказал за какие-то бешеные деньги. Я сейчас уже не помню. Но тогда это прям для меня было очень дорого. Я сейчас уже не помню, за какую именно сумму. Потому что в городе у меня его не было. И мне привезли. Мне сказали, все, тебе привезем мы. Старый выпуск, 75 миллилитров. Все, я счастлив. Старый выпуск, это еще круче. И вот я жду, когда ко мне приедет этот флакон. И вот он ко мне приезжает. Знаете, такой трепет внутри, что сейчас твоя мечта сбудется. Я достаю этот аромат. И прям мне все нравится. Я его с пульвика пытаюсь как-то уловить носом. Я на себя его брызгаю. И кайф. Просто кайф. Я слышу эти цитрусы. Я слышу этот... Я почему-то немножко в нем слышу мяту какую-то. Имбирь. Вот то самое настроение пинаколады. Все круто. Лето. Вообще кайф. Я выхожу на улицу. Я иду по улице. Проходит полчаса. И я впадаю в такое состояние разочарования невероятное. Потому что этот аромат... Вот весь этот кайф, о котором я вам только что рассказал, он спустя полчаса... Он ушел. И осталось ощущение такой сладкой кокосовой липкости на коже. То есть это шлейфит очень умеренно, но при этом ты носом чувствуешь, что это как-то сладко-липко. И если к этому прикоснуться, вот к этому сладко-липкому, то ты прям прилипнешь пальцами. Вот такое ощущение. Как будто хочется от этой липкости помыться. Знаете, когда в жару немножко взапреешь, простите меня за эти анатомические подробности, хочется принять душ. Вот здесь как-то так же. Но хочется избавиться не от плохого запаха, а от какой-то такой липкости. Я даже записал, года три или четыре назад я записал ролик про вот эти свои ощущения, что мне так сильно не понравилось, как это на мне раскрывается летом. Я пробовал потом много раз его летом носить, и это было одинаково плохо. Это было очень плохо. Я не мог понять, и сейчас не могу понять, почему такая высокая оценка у этого аромата... Сейчас не могу понять до вчерашнего дня. Почему такая высокая оценка у этого аромата проголосовало больше шести тысяч человек. Всё липко, сладко, через полчаса прям фу. И тут я гляжу на своей парфюмерной полке, думаю, от чего бы мне избавиться. И попадает мой взор вот на этот аромат. Я думаю, вот, надо попробовать его поносить ещё раз и понять вообще, стоит ли он того, чтобы его у себя оставить. И вчера было где-то минус девять. Зима. Я на себя его нанёс пару пшиков. Пару пшиков, потому что я знал, чем дело закончится. Я знал, что мне это будет не нравиться, чтобы вот эти все цитрусы слетели, и пару пшиков меня не убили. И я пошёл по делам. Я где-то часа три шарился. В основном на улице я был. Я пешком вчера много ходил. И как это было классно, ребята. Это просто потрясающе, как он звучит вот в эту вот зимнюю погоду в минус девять. Просто супер. Достаточно влажно, минус девять, слегка морозно. Цитрусы растворяются гораздо дольше. И они становятся такими колкими. Имбирь. В пирамиде этого аромата присутствует, и он добавляет такой, знаете, остринки. Вот такой вот, такой приятный какой-то вот, не знаю, такой пикантности приятный он добавляет. Чувствуется эта самая пинаколада. Чувствуется в этой пинаколаде, в пирамиде заявлен, понятное дело, ром, но я чувствую, как будто бы виски. Виски, охлаждённые виски со льдом. И всё это играет красиво. И всё это никуда не исчезает. И всё это на морозце переливается. Всё это так немножко колко, красиво. Так, ну, прям супер, как кайфово звучит. Я прямо был поражён. Я три часа прям шёл и кайфовал от этого аромата. Я прямо, я прямо наслаждался сам собой. И подумал в очередной раз, вот что значит всё-таки попасть в правильное время, в правильную погоду, в правильное настроение. И теперь у меня этот аромат, я сегодня, кстати, тоже в нём, потому что вчерашние впечатления... Это кайф. Я сегодня тоже в нём, и у меня этот аромат из разряда летних, однозначно переходит в разряд зимних ароматов. И весной я буду его, очевидно, тоже пробовать, потому что мне кажется, что весной, когда там капель, когда опять же вот такая вот погода весенняя, когда в воздухе пахнет уже теплом, лёгким теплом. Мне кажется, это прям будет кайф. А летом, ну, липкая, липкая, сладкая, кокосовая вода через полчаса, и прямо разочарование. Вот. Напишите в комментариях, как вам этот аромат летом, потому что я допускаю, что, например, где-нибудь возле моря, или там, где всегда влажно. Может быть, в Санкт-Петербурге этот аромат будет кайфово звучать всегда. И летом, может быть, особенно кайфово. Может быть, в Италии, там, где морской воздух, это тоже будет прям сумасшедшее, прекрасно. Но вот в сибирском лете, когда плюс 26, плюс 33, когда солнце прям так жарко печёт, когда влажность воздуха низкая-низкая, воздух прям сухой, вот эта штука, она через полчаса превращается вот в эту липкую водичку с кокосовой отдушкой. А зимой это кайф. Поэтому, ребят, ролик завершён. Можете выключать, если вам дальше ничего не интересно. Я хочу вам сказать, тем, кто остался пока ещё на канале, досматривать, я хочу вам сказать, не избавляйтесь от тех ароматов, которые вам не зашли. Бывает так, вот купил в магазине, в магазине торкнуло, пришёл домой на следующий день, о, что-то не то. В магазине понравилось, что-то не то. И тут же продавать. Не надо. С каждым годом парфюмерия становится всё дороже и дороже в наше время. Так особенно. Оставьте этот аромат, вернитесь к нему спустя какое-то время. Попробуйте в другое настроение, в другую погоду, в другое время года, в другой ситуации. И, возможно, вы совершенно по-другому на этот аромат посмотрите, от которого ещё недавно хотели избавиться. Вот честно вам скажу, я благодарен на самом деле судьбе, что, слава богу, у меня нет прям острой нужды в финансовой. Я могу... Мы с моей собакой хорошо кушаем. Вот. Мы не испытываем потребности в еде. Поэтому, поэтому я могу себе позволить вот не продать какой-то аромат, который мне не понравился, и оставить его у себя. И вот я рад, что я его не продал, я рад, что он у меня остался. Вот. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на Телегу, подписывайтесь на этот канал на Ютьюбе, нажимайте кнопку подписаться, потом такой небольшой салютик вам покажут, и число подписчиков благодаря вам увеличится. Будьте здоровы и счастливы, классного вам настроения, самое главное, здоровья. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok